Снимки дагестанского фотографа признаны лучшими на международной выставке Всемирная арт-география в Москве. Сотрудник Музея истории, мировых культур и религий Дербента Андроник Мурадов на престижном конкурсе представил Россию и оказался в числе тех, кто занял лидирующие места в трех номинациях – «Люди», «Природа» и «Реклама». С талантливым фотографом встретились наши корреспонденты. Смотрим их сюжет. Идея принять участие в международном арт-проекте первой пришла супруге, признается Андроник. А началось все с выставки «Нить времен» Дагестанского музея истории, мировых культур и религий. Специально для этого проекта были разработаны эскизы семи национальных костюмов. Традиционные наряды народов Южного Дагестана, сшитые ведущими модельерами республики, получились один краше другого. Было принято решение запечатлеть их на фотоснимках, которые стали частью экспозиции. Фотопроект составляет из себя 35 фотографий непосредственно костюмов, 11 фотографий видовых сел горных районов нашей республики. Видеофильм параллельно снимался с одноименным названием «Нить времен», в котором также показана красота и людей, живущих в районах Южного Дагестана, и, соответственно, костюмов, которые носили наши предки. Эти и другие свои работы Андроник представил на конкурс, итоги которого превзошли все ожидания молодого фотографа. Успех сразу в трёх номинациях из шести – «Люди», «Природа» и «Реклама». Всего в проекте приняло участие более 700 художественных произведений, работы Андроника среди которых отличались особым колоритом. Они были высоко оценены экспертами, среди которых представители Международной и Европейской академии культуры и искусства. В номинации «Люди» на третьей строчке оказался Израиль, в номинации «Природа, красота, многообразие» на второй строчке после нас оказался Германия, Бавария, если я не ошибаюсь. Так что природа и красота наших людей, и красота нашей природы, она оценена, я считаю, что по достоинству. Вы не думаете, что это моя заслуга какая-то, да? Это заслуга Всевышнего. И всей вашей команды, которая работает за этим проектом. В том числе мы должны быть бесконечно благодарны, что мы здесь живем и постараться сберечь то, что нам досталось, то, что нам осталось, и перенести, соответственно, нашим детям, внукам, сколько нам доведется. Снимки горных пейзажей и жителей Высокогорья дались нелегко, признается фотограф. Для того, чтобы снять некоторые из них, приходилось добираться пешим ходом по бездорожью от райцентров до населенных пунктов со всей съемочной амуницией. Но самое сложное, по словам Андроника, было даже не это. Единственное, что заняло очень много времени, это заштампирование, так скажем, мусора, его огромного количества. Для примера, есть в Ахтах мост, был пролет, был кадр с квадрокоптера, и на основах этого моста висели мусорные пакеты в огромном количестве. Победители конкурса станут членами Евразийского художественного союза, а их работы будут включены в экспозиции престижных выставок Европы и Азии. Но для Андроника это не предел мечтаний и уж совсем не повод почивать на лаврах. Впереди серьезный проект, о котором он пока умалчивает. Сейчас ведется работа над очень интересным проектом, опять же музейным. Идея моя совместно с директором музея ГБУ, музея мировых культур и религии, с Диан Текрариной Гасановой. Очень интересно что-то придумали. Я надеюсь, что вы поприсутствуете. Планов очень много на самом деле, но не в традициях моих говорить о планах, потому что чаще всего они не получаются. Что же касается выставки, то она уже побывала в Казани и Астрахани в планах на ближайшее будущее представить экспозицию в Крыму. И на этом нить времен не обрывается. Нажмудин Атлагишиев, Махарбек Амариев. Время новостей. Дагестан.